Всем привет! Дядь Тюр дает прогноз на матч 20 тура РПЛ Спартак-Рубин. Встречаются третья и девятая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десяти очных матчах команды семь раз играли на обе забьют, да и шесть раз на тотал меньше. Последние треочные матчи в Москве были низовыми. В последний раз Рубин обыгрывал Спартак на его поле в 2010 году. Статистика команд. Спартак в последних десяти матчах имеет 4 победы, 2 ничьих, 4 поражения. Рубин в последних десяти матчах имеет 5 побед, 3 ничьих, 2 поражения. Спартак последние два матча в РПЛ проиграл. Рубин последние два матча в РПЛ отыграл на тотал меньше полтора и не проиграл их. В игре первого круга Спартак выиграл в Казани 2-0, но в декабре месяце после крупной победы над разобранным Тамбовом 5-1 Спартак проиграл в Сочи 0-1 и Зениту 1-3. Игра с Зенитом получилась почти в одну калитку. Спартак ни разу не попал по воротам Питера, хозяева сами себе гол забили. Рубин после поражения от Локомотива очень скромно обыграл Тамбов 1-0 и сыграл 0-0 в Грозном. Рубин очень плохо играет очные матчи со Спартаком в Москве, поэтому логично ждать, что и на этот раз Казань скорее всего не выиграет. Последние двоочные матчи на открытии арены закончились низовыми ничьими. Перед этим была серия из 4 побед Спартака. И из всех этих 6 матчей 5 были низовыми. Но сейчас при Слуцком Рубин стал показывать более результативный футбол. В последнем очном матче и последнем очном матче на поле Спартака Рубин не забивал. В этой паре команды не часто играют подряд два нулевых матча. Поэтому можно рискнуть взять вариант с обе забьют да с очень хорошим коэффициентом. В норме, наверное, здесь должен выиграть Спартак где-то на 2-1. Из связки с товар тотал больше обе забьют да победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2-14. На обе забьют да 1-97. На победу хозяев 1-84. Рубин достаточно серьезный оппонент, чтобы можно было ставить на чистую победу Спартака всего за 1-84. Поэтому такая ставка имеет уж слишком высокие риски, которые не покрывают невысокий коэффициент. Вариант с тотал больше также под вопросом. В очных матчах соперники чаще играют на тотал меньше. Ставка на обе забьют да имеет хороший коэффициент и неплохие перспективы. В последний раз Спартак и Рубин играли 2 нулевых матча подряд в 2015 году. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok